Мы постараемся, чтоб ты себе ни в чём не отказывал, прокачаем за копейки, отвечаем за качество мы. Всё без бана и всё красиво, на ПК и PS4, стань королём GTA, покажи свою силу всему остальному миру, и яу. Два раза больше плюшек по промокоду X2Money, так что переходи по ссылке в описании и бери своё дружище. Фистер Гроулер, Порш Кайман 718 в GTA Online, новый спорткар, многими долгожданный, ибо Фистер Комет С2, хоть и быстрая и красивая тачка, но всё же крайне слабенькая для гонок. Сегодня посмотрим, сможет ли Гроулер составить конкуренцию в классе спорткара, вглянем на тюнинг и сделаем вывод, стоит ли данный авто своих денег и есть ли смысл его покупать. Полный обзор нового Порш Кайман прямо сейчас на ваших экранах. Начнём как обычно с тюнинга, и здесь его с одной стороны много, но с другой стороны куда меньше, чем на Vector, Dominator ASP и так далее. Прикол в том, что этой машине тюнинг-то по сути не нужен, в стоковом виде она выглядит очень симпатично, и нагружать её какими-то диффузорами или огромными лавками было бы как-то странно. В любом случае, Rockstar предлагают для нас 4 передних бампера, несколько не сильно отличимых друг от друга задних бампера, немного капотов со всякими жабрами и воздухозаборниками, ставить которые я бы не стал. Также есть пороги и некий лип, спойлеры, к сожалению, не влияющие на сцепление. Выглядят они более-менее неплохо, но чтобы сцепление всё-таки добавить, придётся покупать обычные спойлеры, а все они это большие лавки, которые, как по мне, вообще не красят этот автомобиль. Никуда не делись раскраски, большинство из них похоже на те, что есть и на Комет С2, но и версии а-ля для Ралли также присутствуют. В первый день выхода автомобиля будет доступно 11 штук, а затем постепенно добавят ещё 5 винилов. В общем, внешний тюнинг не шибко нужен этому автомобилю, но тем не менее он есть и что-то интересное придумать можно. Кратко о первых впечатлениях от вождения. Машина заднеприводная и, как итог, крайне капризная в управлении. Нельзя заходить в затяжные повороты на полном газу, сразу же закидывает и вы теряете на этом время. Если же отпустить газ перед поворотом и не подгазовывая проехать его, то всё нормально, машина крепко держится за асфальт. Капризная, капризная тачка. Очень тяжело на ней стабильно хорошо ехать, то в одном месте её ни с того ни с сего закинет, то в другом. К гроулеру нужен особый подход, не припомню спорткаров, которые бы так же капризно вели себя в поворотах. Тем не менее, машина маленькая, юркая, тормоза на уровне. Но что касается максимальной скорости и времени прохождения гоночного трека, прямо сейчас давайте и узнаем. 1 минута, 14 секунд и 40 сотых. Лучшее время круга, который показал Пфистер Гроулер. Среди протестированных мной спорткаров это 5 место. Старички в лице Парьяха, Итали Гето и так далее по-прежнему занимают лидирующие позиции. В сравнении с тюнерами, Гроулер занимает вторую позицию, Султан РС-классик, который мы недавно протестировали, остается на первом месте, а полноприводный Вектор смещается на одну строчку вниз. Но, честно скажу, хоть Вектор и показал время хуже, как по мне, для гонок он подходит куда лучше. Вы даже не представляете, какой трудной задачей было проехать 1 минуту 14 секунд и 40 сотых на Пфистер Гроулер. Каждый круг проезжать так же стабильно не получится, ибо, опять же повторюсь, тачка очень капризная. Вектор же в этом плане куда стабильнее, полный привод, отличное управление и тормоза позволят вам без проблем выходить из 1 минуты и 15-16 секунд постоянно. Что касается максимальной скорости, время, которое показал Гроулер, это 34 секунды и 918 тысячных. Среднячок в классе спорткара в шестое место, до результатов лидеров в лице Парьяха и Итали РСХ еще как до луны, но тем не менее. Среди тюнеров же Гроулер занимает третье место, пропуская вперед лишь старшего брата Комет С2 и Калик от GTF. Как итог, машина внешне симпатичная, имеет новый салон такой же как у Комет С2, тюнинг хоть и есть, но как по мне этой тачке он не нужен, все эти диффузоры, воздухозаборники и прочее лишь портят внешний вид автомобиля. Для гонок я бы Гроулер брать не стал, среди спорткаров он далеко не лидер, а среди тюнеров хоть и проехал почти по лучшему времени, заняв второе место в общем списке. Но постоянно так проезжать просто невозможно, какие бы прямые руки у вас не были, машина крайне капризная, любит уходить в заносы, пока вы будете ехать на ней гонку, успейте уж поверьте раз 10 вспотеть. Понятное дело, что если вам нравится Порше, вы просто хотите его в свою коллекцию, отговаривать от покупки я вас не буду, но всем остальным могу сказать, что если взвесить все за и против, все же покупать этот автомобиль не стоит. За 1 миллион 627 тысяч долларов по обычной цене и миллион 220к по оптовой, лучше взять что-то другое, более интересное и более быстрое. В этом обновлении Rockstar добавили два новых Порша, оба очень красивые, но я все же разочарован их показателями в гонках. Хотелось бы наконец-то какой-то реально красивый и конкурентно способный Пфистер. Лучшим выбором этой марки среди спорткаров, как мне кажется, на данный момент является старенькая Comet SR, очень сбалансированное авто, прекрасно подходящее для кольцевых гонок. На этом у меня все, вот такой вот получился обзор, на очереди Cypher, последняя машина из капельной подачи, ждите, совсем скоро посмотрим и на нее. Все важные ссылки на мои соцсети вы найдете в описании, ну а прямо сейчас на экране появятся два ролика, кликайте на один из них и приятного просмотра, пока. Субтитры сделал DimaTorzok